Итак, для меня сегодня привилегия, привилегия с вами поделиться словом, которое Господь положил мне на сердце, потому что я понимаю, что обстоятельства, в которых мы живем, не всегда такие, знаете, вдохновляющие какие-то проповеди или послания, знаете, как бы все будет хорошо, я это знаю, хорошо, все будет хорошо, да, то есть уже надоело такие понятия, как бы, несмотря на все обстоятельства, все будет хорошо, не волнуйся, да, ты при смерти, но все равно знаешь, что все будет хорошо, да. Ой, как бы, телеграмму с Израиля присылают, да, в советское время, помните телеграммы, за каждое слово, за каждую букву нужно было платить деньги, и приходит телеграмма в Советском Союзе, на Малую Арнаутскую, и написано, Иосиф, все, в ответ, знаете, что было? Ой, каждый жмется за каждую копейку, но скажу вам, в конце концов, все будет хорошо, не всегда так будет, и мое послание будет простым, примите обстоятельства, такими, как они есть, потому что они всегда от Бога, примите обстоятельства, такими, как они есть, ибо они такие, как есть от Бога. Берещит, в начале, мы называем это, да, вот, в начале, то, что было изначально, давайте я прочитаю, что было в начале. В начале сотворил Бог небо и землю, это было в начале. «Земля была же безвидна и пуста, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Был вечер, и было утро, день первый». Итак, это первое воспоминание из Писания, которое указывает нам на разделение времени. До этого времени не существовало. В этот момент, когда Бог, говорит, в начале, да, Бог создал свет и увидел, что он, что? Хороший. И когда видел Бог, что свет хороший, отделил и назвал, вот тебе день, вот тебе ночь. Но что-то интересно, по-еврейски называется так, был вечер, и было утро, день первый. Не наоборот, было утро, и был вечер, будет первый день. По-еврейски, дни начинаются с вечера, когда приходит, можно сказать, тьма, да, и наступает утро, этот день. И Бог отделяет это время перемен, так как после этого наступает событие, которое мы не можем отменить. Время имеет потенциал двигаться только вперед. Его нельзя обратить вспять. Я понимаю, что во времена Иисуса Навина, Он помолился, и время остановилось. Но ни в коем случае мы не видели, чтобы оно пошло вспять. Наоборот, время имеет тенденцию только двигаться вперед. И это Божий план, связанный с человеком и связанный с искуплением. Связанный с Божьим искуплением, которое для нас было приготовлено от создания мира. Это время разнообразных событий и обстоятельств, которые не заканчивались седьмими днями творения. С этого момента мы дальше двигаемся. Да, между прочим, я хочу, имея возможность, поздравить свою маму. Сегодня ей исполнилось 78 лет. И хочу маме сказать спасибо, что ты родила и дала мне жизнь. И дай Бог тебе многих-многих лет жизни, потому что кто бы не хотел своих мам видеть в глубокой старости, которые видят в своих внуков, правнуков и радующихся жизни. Но всему тоже приходит конец. Конец времени. И сказал Бог, да будет свет на твердыне небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, для знамений, времен и дней и годов. И да будут они светильниками на твердыне небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светильника великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на твердыне небесной, чтобы светили на землю, и управляли днем и ночью, отделяя свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Прямо в начале своего мироздания Всевышний утвердил времена и сроки, сезоны и циклы времени, определенные для человека здесь, на земле. То, в чем мы живем, является циклом времени. Мы называем времена года. И мы в прошлый раз, не в прошлый раз, а много месяцев назад, я говорил ту историю Рязанова, да, ну, песню. У природы нет плохой погоды. И сезоны, которые Бог сотворил, управляются Богом и для того, чтобы человек, живя на этой земле, проводил свое бытие. Бог сотворил все в гармонии. Его мироздание, оно гармонично. В течение его времени исполняются многие законы, которые он утвердил изначально. Назвал это временами года. Это было хорошо. Запомните, что то, те перемены с началом времени, которые продолжаются сегодня, с теми обстоятельствами, перемены погоды, сезонов, всего на земле, Бог увидел и сказал, что это хорошо. Он посмотрел, что зима меняется весною, весна меняется летом, лето меняется осенью. И при этом есть другие циклы. Ветер, вода, снег, вьюга, есть холод, есть тепло. Это тоже циклы. И когда Бог увидел, что это хорошо, Он сказал, это весьма, весьма хорошо. Чем больше мы разбираемся во временах года, событий и времени, тем больше понимаем, что их создал Бог. Если мы в сущности начнем понимать, что время подотчетно не нам, а Богу, потому что Он был инициатором времени, тогда мы начнем осознавать всю цикличность, или же времена года подконтрольны и управляемы самим Богом, и Он является владыкой всего, что происходит. Многие имеют привычку во времена застоя или неудач своих каких-то говорить, что их время еще не пришло. Заметили ли люди, они говорят так, что-то у них не получается, они-то застряли на каком-то уровне, они говорят, мое время еще не пришло. Подождите, подождите, когда мое время придет, вы еще все увидите. Замечали таких людей? Люди, которые в последнее время, они как бы так успокаивают себя, что типа неуспех или же трудности, через которые они проходят, это как бы не их время. Это мое время еще не настало. То есть я жду чего-то, чего как бы себе накрутил. Вот это вот то, что придет успех, процветание или что-то еще особенное. Вот это точно мое время. А сейчас подождите, я просто в застое. У меня просто пока ничего не получается, но это не означает, что мое время не будет. Они утверждают, что сезон благоволения еще не за горами. То есть надо ожидать. Но истина в том, что ты сегодня находишься в абсолютной реальности. Я и ты, мы находимся в абсолютной реальности. То, что мы ожидаем в будущем, что не пришло еще. Может еще как бы то, что я ожидаю, еще может не зайти за угол. Еще через Меринку к нам приезжает. Выслана через новой почтой. Но сегодня я нахожусь в реальности. А если моя реальность, так как она есть, это означает, и мы понимаем, что Бог руководит этим временем, значит это время чье? Божье. И хочу, чтобы мы научились жить счастливой жизнью. Несмотря на обстоятельства, в которых мы живем, научились и понимали, кто мы. Если мы возрожденные свыше, мы должны осознавать, что любое время, сезон, в которое мы попадаем, это реальность, в которой мы живем. И знаете, послание Криллина, 8 глава, 20 стих говорит, «Притом знаем, что любящих Бога, призванные по Его изволению, все содействует ко благу». Или только то, что мы ожидаем, не за горами. Да, так, как у нас по-украински, не за баром. Да, не за баром. Может кто-то из России может сказать, вы должны определиться, вы за баром или не за баром. Ну, не за баром. Когда-то оно придет. Но в сущности мы говорим, у Бога есть цель и план на сегодня. На сегодня. Для тебя и для меня он есть план. Мы, может быть, не осознаем, но давайте не будем торопиться. Мы хотим заскочить хотя бы в последний поезд общего вагона. Да? Но не нужно запрыгивать туда и торопиться время. Давайте не будем бояться того, где мы находимся. Потому что то, что происходит сейчас, это реальность. И мы должны понимать, если мы любим Бога, то все содействует ко благу. Вместо этого давайте мы скажем, Боже, так как это время Твое, место, где я живу, Ты преопределил, где Ты сейчас меня видишь, это нормально, я собираюсь все это принять, как оно есть. Я собираюсь стать лучшим, я собираюсь максимально использовать это плохое время, или там не совсем благоприятное, в свое удовольствие. Вы скажете, Давайте будем серьезно. Ну, не так все же хорошо. Согласен. Сама концепция времен года. Послушайте. Сама концепция времен года, времени, которое Бог сотворил. Для тех, кто особенно родился в Европе, в Европе, в Европейской части мира, для нас, европейцев, часто оно понятно. Зима, лето, осень, весна. Четко все есть. И некоторые, кто уезжает в разные страны, чаще всего спрашивают, зачем ты тоскуешь, зачем ты скучаешь. Те, кто живут чисто в Израиле, мне так хочется снега, на лыжах покататься. Ну, как бы такие моменты. И хотя для всего человечества природные перемены времени, года, они весьма понятны, как бы сказать, они воспринимаются нормально. Но не каждый человек на планете воспринимает свою перемену погоды или же времени года, как все остальные. Например, понятие зимы для бразильца или кубинца радикально отличается от норвежца и финна. Вы понимаете, о чем я говорю? Особенно, если мы говорим еще об эскимосах, то там точно радикально отличается. У одних бананы и дикие обезьяны, как бы это в Рио-де-Жанейро, а у других там только сосульки, мороженое постоянно и есть еще олени. То есть понятие зимы разное. У некоторых 9 месяцев вечной мерзлоты и полярной тьмы, такой ночи. И только на 3 месяца где-то кто-то включил лампочку, причем на 24 часа, сутки. Это мы называем белые ночи. Если хотите побывать на белых ночи, видеть ночи, я советую ехать в Финляндию, чуть-чуть там, в Лапландию. Там можно посмотреть все. Да, вот момент. Для некоторых, живя в очень неприятном месте, так называемом Сахаре, ну я понимаю, что для некоторых это кромешный ад. То есть жара под 60, да, там как бы, и ты думаешь, если здесь так плохо, то насколько плохой ад. Но эти люди даже не понимают, что возможно где-то сесть у речки и отдохнуть у моря, насладиться этим приятным теплым воздухом или даже холодным воздухом от моря. У нас каждый раз в Одессе все съезжаются бывшие одесситы на бархатный сезон, чтобы подышать Одесским, черным, черным, черным морем. Как я люблю говорить людям, о нашем горе уже все знают. Они говорят, что такое, что случилось, море стало черным. Ну что, это горе, понимаете, да? Все евреи, особенно все иммигранты, которые старые, приезжают только на бархатный сезон. Где вы их увидите? Как раз на трассе здоровья, которая дышит свежим воздухом. Как будто другого воздуха найти нельзя. Но все же сезоны, сезоны. Но знаете, в жизни происходит событие, которое притупляет наше восприятие. Восприятие, где мы живем. Сознание нашего бытия. Мы, как, наверное, люди, которые в Сахаре, попавшие в это обстоятельство, живем. И мы понимаем, что другого выхода не будет. Как будто это место Сахара, это единственное место в планете, которое нет конца. Это пустыня, где нету, как бы сказать, ни твари, которые нормально можно увидеть в зоопарке. Ни все остальное, кроме тех, которые у тебя в загоне. Это ад, который некоторых кажется повседневным. Мы понимаем, что наше восприятие обстоятельств, как будто не кончаемо череда препятствий, жизненных проблем, ситуации, что действительно никогда не закончится. Либо наоборот, мы попадаем в такую полярную ночь своей жизни, где кроме своей юрты и маленького огня мы больше ничего не видим. И так, нам кажется, вся жизнь у нас проходит. Враг навязывает нам идею о том, что все происходящее с нами, это постоянная атмосфера противостояния. Трудностей, препятствий, болезней, нескончаемых скорбей. Мы попадаем в сезон, где нам кажется, что этому сезону не будет конца. Для нас начинается вечное лето с жарой под 60, либо вечная зима. Подтверждающие тому мои опасения о людях, которые попадают в это обольщение, что ничего в этом мире не поменяется, и враг навязывает нам эту идею бесконечных проблем, мы начинаем подсознательно в нашей обеседе, особенно мы не замечаем, мы просто пользуемся такими словами-паразитами, которые в последнее нашей жизни происходят. Только собеседник твой может услышать, о чем ты говоришь. Например, я скажу пример, мы используем слова, которые часто используем такие, как «всегда», «всегда», «никогда», «вечно», «как всегда». Ничего не меняется, постоянно, все время, каждый раз, и тому подобное, и тому подобное, и тому подобное. Фразы, сказанные нами, превращаются в твердыни, в которых мы не способны справиться. Фразы, которые нам говорят с детства, например, или в учебе, либо уже в современном мире. Например, такие фразы «ты никогда ничего по жизни не добьешься». Слово «ты никогда». Как будто чувство, что мои проблемы никогда не перестанут. Ты не сможешь порвать это со старой жизнью, или порочный круг жизни. Ты не сможешь просто порвать. У тебя настолько это привязано с этим вещам, что ты не сможешь никогда это порвать. Ты все время обещаешь и ничего не делаешь. Ты все время это делаешь. Услово «ты всегда», «все время». Ты не меняешься. Каким ты был, таким ты и остался. Ты вечно в долгах, как в шелках. Да, у нас такие выражения. И еще у нас последняя фраза такая. Если человек вообще не меняется, какие-то у нас трудности с ним, мы говорим. Горбатого могилой исправят. Ну, наверное, я не знаю, если танк на нем проедет. Сущности. Услышьте, о чем я говорю. Враг дает нам мысли, переживания в тех обстоятельствах, которые мы находимся, или в сезоне, или в межсезонье, да, где мы начинаем в этом вариться, и нам кажется, кромешная тьма у нас, 24-7, да, никогда этим проблемой не будет конца. И он навязывает нам эти идеи, и мы начинаем жить. Не только жить, а мы начинаем исповедовать своими устами, своим языком. Это никогда не кончится. Это никогда не изменится. Эти ситуации, эти проблемы. И вот это мышление перерастает в проблему. Если мы не понимаем наше новое положение в Мессии, кто мы? Мы новое творение. Мы новое. И написано, говорит, прежнее прошло, сейчас все новое. И если мы не понимаем, тогда мы не поймем, что действительно Бог приготовил для нас лучшее. Лучшее. И ситуации, где мы во наше время живем, которые не меняются, мы должны помнить о том, что Библия говорит нам о противоположенном. Библия говорит, и это значит, что Бог говорит нам, что всему свое время. Экклезиас 3 глава. Помните, да? И всему есть свое время. Для каждого дела под небом есть свой, что? Час. Что я сегодня хочу, чтобы вы услышали? Что в то время, где вы находитесь, хорошее ли, оно плохое. Чтобы вы понимали, что если Бог создал всю землю и весь цикл жизни, и времена, и сроки, то что где мы живем, это Божье время, и оно не будет длительным. Что через то, что мы проходим, мы должны пройти. Оно не будет вечно. Время рождать и время умирать. Время сажать и время искоренять. Время убивать и время исцелять. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время скорбеть и время танцевать. Время раскидывать камни. Время их собирать. Время обнимать и время воздерживаться от объятий. Время искать и время терять. время хранить и время выбрасывать, время рвать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время для войны и время для мира. Всему свое время. Если мы осознаем, что наш Отец Небесный створил все по формуле времени года, тогда то, что всему должно произойти, оно должно произойти в нашей жизни с вами. Это должно происходить. Тогда мы становимся восприимчивы ситуациям на временное положение времени. То есть на временное состояние. Как мы говорим, это временно оккупованный Крым. Или временно оккупованный, или захваченный территорию Крым. Временно, потому что у нас есть надежда, что всему придет конец. Может быть не сейчас, или там еще время придет, но всему должно прийти конец. Не всегда так будет. И не будет так всегда. Эта ситуация с выборами не всегда так будет, где общество разделилось на лагеря. Это пенсии, за которую невозможно прожить. Эти тарифы, которые невозможно оплатить. Так будет не всегда, друзья. Так будет не всегда. Если мы будем понимать, что мы живем в это время, которое нам нужно пройти. Во-первых, это не будет так всегда, потому что я, во-первых, не от всего мира. Вы скажете, рабы, вы и так глупы. Я не от всего мира. Это не значит, что я маленький додик, который ничего не понимает. Я не от всего мира, потому что я знаю, в кого я верю. И мне не нужно реагировать на моих соседей, как реагирует этот мир. Я не должен их посылать, потому что они посылают меня. Я не должен вести себя так, как будто конец света, и нужно упаковать свои чемоданы, куда-то объехать. Вы понимаете, о чем я говорю? Я знаю, что мир изменится. Во-вторых, я знаю другой путь к миру, чем другие. Я знаю, что Бог усмотрел другое состояние для меня. Ревнуть о дарах больше. И я покажу вам путь еще превосходнейший. Ревнуть о чем-то лучшем, хорошем. Дарах, которые у нас есть. Дары не только духовные. У нас есть дары, которые у нас телесные. У нас есть дары, которые душевные, которые мы имеем. Мы родились дарами, которые у нас есть. Музыкальные, искусство, строительство, способность продавать, покупать. У нас есть те дары, которые у нас есть от Бога. У нас есть душевные части. То есть те части, которые мы присоединены друг к другу, у нас есть духовные дары. Ревнуйте о дарах, во все дарах вообще. И Бог говорит, я покажу тебе лучше. Я подниму тебя дальше. Если кто-то из музыкантов, они не рождаются просто сразу с гитарой и начинают петь, как Сережа. Эти люди, они имеют дар, который усовершенствуется. И это дар, который Бог говорит, я покажу еще больше путь. Это дары, которые у нас и есть. Давайте рассматривать обстоятельства как временное, неудобное, конечно, качество, которое мы имеем здесь на земле. Но станем смотреть на них как не постоянный раздражитель, а как временная ситуация. Временная, потому что лучшее обетование у нас в Вишуа. Послание к Евреям 8.6 говорит, но сепиросвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучше он ходатай из Завета, который утвержден на лучших обетованиях. У нас обетование есть лучшее. И второе послание к Арифинам 1.20. И во все обетования Божьи в нем да и в нем аминь. Во славу Божью через нас. В нас, то есть внутри нас есть обетование, которым нужно стремиться. Но если мы застряли в этом промежутке времени, которое называется пустыня, для некоторых Сахара, и мы говорим, это безнадежно. Уже ничего нельзя сделать. Поверьте, поверьте, Бог хочет, чтобы мы посмотрели на эту перспективу другими глазами. В любое время перемен нам нужно то, что непоколебимо. То, что нельзя сдвинуть. На то, что мы должны уповать. И в любом случае мы видим в Писании, что это непоколебимое называется по имени спасение. Это непоколебимо называется Слово Божье. Мы видим в Псалтире 44, 18. Сделай имя Твое памятным в роды и роды. Посему народы будут славить Тебя во веки и веки. Имя Господа и Всевышний, Он непоколебим, Он непеременчив, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Он ради Тебя, одного любимого, не будет меняться. Мы как-то привыкли, что вот я такой хороший, такой избранный, и ради меня Он подвинется. Извините, не то место, не тот неправильный вопрос к Богу. Псалом 51, 10. А я как зеленеющая маслина в Доме Божьем и уповаю на милость Божью во веки веков. Где я нахожусь? Я как маслина, как верующий человек, нахожусь в Доме Его, и поэтому я могу уповать на Него, потому что Он вечный. Псалом 118, 44. И буду хранить закон Твой всегда во веки веков. А послание Коринфянам, 15 глава, 27 стих, это 1 Коринфянам. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что все Ему покорил, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Господь покорил все, и Он является Господином всего времени. Я хочу привести один пример. Я надеюсь, что мой брат не будет на меня злиться или же, как бы, так, негодовать. Я хочу рассказать их историю. Мой брат и моя невестка, его жена Наташа, они, когда они поженились, и через время они понимают, что по причинам их здоровья они не могли иметь детей. Время прошло очень долго. Они лечились, они верили в Бога. Они верующие люди. Они уповали на Всевышнего тем, что у них было, тем, что мы его научены были. Да, они верили, что Господь из мертвого делает живое. Они уповали на Бога, и при всем этом они знали, что нужно что-то делать со своим здоровьем. Они ходили к доктору, они делали исследования, они принимали лекарства. И вердикт был очень такой сложный и суровый. Доктора сказали, что бесплодие, они не могут иметь детей. Это, конечно, их разбило. Их разбило, как родителей, потому что много было слов сказанных в их жизни о том, что и мой брат, и моя невестка, они будут хорошими родителями. Они действительно начали мессианскую общину. И те люди, которые пришли через них к Всевышнему, они как бы... Понятно, что, можно сказать, духовные дети. Вот духовные мои дети, как по Писанию. Но внутри их была та жажда вера в Бога, что все-таки в один день может случиться чудо. Они пытались, они стали в вере, они любят делать, давать десятину, служить. И знаете, такой момент, где вот ты делаешь все, чтобы, знаете, понравиться Богу. То есть все обетования, которые в нем. И все же не было у них детей. То есть это было бесповоротно. Но в момент Наташа, она говорит, я знаю, что Бог призвал меня быть матерью. И Роман говорил о том, что я знаю, что Бог внутри меня. Он говорил мне слово, что я буду добрым и хорошим отцом. И после десяти лет такой надежды, кажется, пустыни, которая безнадежная. То есть нету никакого выхода, нету ответа. И вдруг им предлагают сделать то, что многие люди сегодня делают в Украине. И их спросили, хотите стать родителями? Конечно, аж дрогнула их внутренность. Как? Что можно сделать? Он говорит, у нас есть возможность, чтобы вы усыновили, удочерили. Усыновились, поставить на программу усыновления. И они верой начали действовать. Они получили самое дорогое сокровище, которое сегодня они имеют. Вы скажете, ну как бы, это же не то же обетование, чтобы быть матерью. А какая разница? Ты получаешь то, к чему ты призван. Вы знаете, я вижу их счастливые лица. Я вижу, что они так трясутся над этим ребенком. И это Бог им даровал такое шило в мешке, да? Что каждый понимает, их сразу родительское состояние проявилось. Здесь не трогать, там не ходить. Эля, там-ка, все. Я смотрю, Рома уже тоже, как и Эля, на гимнастику пошел. Особенно Татьяна переживает. И когда они приезжают к нам, мы переживаем. Потому что Эля уже за ее там 11 лет, да? Или сколько уже? А? Там, где-то вот десяток лет, да? И при всем этом уже у нее поломаны ключицы, руки и так далее. Вы скажете, что такое? Она у нас рекордсмен. Она у нас занимает места, золотые медали в своей подгруппе по гимнастике. И я верю, что это одно из ответов, которые Бог дает. Время в пустыне для них закончилось. Вы скажете, каким образом для нас? Что это для нас? Время, оно изменяется. Время проходит. Время, оно в контроле Всевышнего. Возможно, вы застряли в своем сезоне. Незбыточных ожиданий. Я знаю, что многие верующие, они как попали в это время, в межсезонье, которое весьма длинное. Во время, когда те обещания, которые есть, те надежды, которые есть, они как будто превратились в пустыню, из которой нет выхода и нет перемен. Возможно, это семья. Вы ждете, когда придут ваши дети или ваши родители к Богу. Вы так долго за них молитесь. Вы ждете перемен в их жизни. Возможно, это какие-то взгляды на жизнь. Возможно, это, извините так, зависимость близких и родных. И вы без какой-то надежды, вы уже потеряли всю надежду. Потому что, статически, если посмотрите на те события, которые проходят в Украине, особенно с той ситуацией, которая на Востоке, то если в начале этих непорядков, которые у нас сегодня на Востоке, мы как-то переживали, мы глубоко переживали внутренние потери каждого солдата. Гибель и стычки, военные эти происшествия, да, то если взять сегодня большинством, почти 90% жителей Украины, они стали безразличны к этому. Хотя это очень большая скорбь. Если мы стали безразличны, так же многие из вас долгое время уже борются за своих близких, за родных, за ситуации. И вы опустили руки, потому что так долго я не могу сражаться. Так долго мне это, ну, как бы не совсем приятно. И вы опускаете руки, и даже не думаете, когда это будет. Я хочу вам сказать, время, оно не ваше, оно Всевышнего. Время, которое Он выделил. Вечная, на наш взгляд, безработица. Или бесконечный коридор коммунальной квартиры. Вы думаете, когда вообще я оттуда выйду? Будет ли то время, когда я покину тут коммуналку? Оно мне надо, как будто в вечность. Как будто вы там собрались умирать. Знаете, я хочу вам дать надежду в Боге, что все меняется в этом мире. Меняется. Абсолютно меняется. Буквально еще до недавнего прошлого, да, никто даже не мог представить, что можно просто ходить с телефона в кармане, а не со шнуром и с цифроблатом. Да, уже наше маленькое поколение даже не понимает, как пользоваться той трубкой, на которой там нужно набирать. Как оно вообще работает. Вы знаете, уже скоро мы увидим, что нам не нужно будет такси, ни Uber, ни вообще таксисты, потому что машины будут самостоятельно нас довозить к тем местам, где мы хотим жить. Мы думаем, что далеко. Друзья, недалеко. Недалеко. Особенно мы сейчас можем смотреть нашим пенсионерам и так далее. Я прошлый раз говорил за банкомат, помните, да, за банкомат. Это вообще какое-то страшное чудище было 10 лет назад. Мы не доверяли им, а сейчас мы без них жить не можем. Потому что понимаем, что они нужны. Мы движемся вперед. И вечная борьба со здоровьем, которая у нас есть. Так что никакой у нас перспективы о том, чтобы лучше будет или не будет лучше. Возможно, вы не видите, как это возможно, как перейти из этого цикла или же замкнутого круга. Изменить обстоятельства нашего бытия. Но Бог не лимитирован нашим мышлением. Наши пути не Божьи пути. И наши мысли не Божьи мысли. Мы сейчас в преддверии Песоха. Буквально через неделю мы будем праздновать в полном обзоре Песох. Но чтобы вы понимали, Песох это перемены. Песох это непосредственные изменения. Притом радикальные перемены для Божьего народа. Исход 3 глава 7 стихи сказал Господь Моисею. Я видел страдания народа Моего в Египте и слышал вопли его от приставника его. Я знаю скорби его. Знаете, когда я читаю это все, у меня вопрос. Как долго? Как долго они сидели на телефоне со Всевышним и кричали. Абба! Помоги! Как долго они кричали час, два, день, сутки, месяц, год, десятилетия, сто лет. Как долго вот этот вопль и страдания были у народа Божьего. Мы знаем, мы знаем, что то, что Бог сказал Аврааму о том, что будет его народ в пленении, и что они через 400 лет выйдут, мы все как-то калькулируем примерно где-то 400 лет орать. Я бы, наверное, не выдержал. Несколько поколений. Пойдем где-то, может, 20 поколений. Но на самом деле это где-то было чуть больше 200 лет. Какая разница? Вопрос, как? Почему не тогда? Почему не тогда, когда первый еврей заорал, нельзя было выйти на помощь? Почему так долго нужно было ждать? В чем причина? Знаете, мы не думаем так. Мы не хотим так думать. Но на самом деле хочу подумать, как это вообще возможно. Мы должны изменить свое переживание о безнадежности на позитивное понимание времени и страдания. Нам нужно изменить. Бог есть Бог надежды. И Его обетование уже приближается к ответу от Всевышнего. Сейчас. Они недалеки. Бог говорил Аврааму о его наследии в Египте. Он о времени их страдания, но также обещание избавления из дома зла и рабства. Бог сказал, я освобожду. И вот это слово, я дам, я выйду навстречу, стало надеждой, за которую захватился народ Божий. И они говорили, в один день придет избавитель. В один день придет освобождение. Песох – это перемены, и они к нам обязательно придут. Я жду перемен, как в своей жизни для себя, так и для своей семьи. У каждого из нас есть ситуация, в которой мы хотим выйти, как из Египта. Хочу сказать, что житейские трудности – это временное переживание, но Божье благоволение, оно вечно. Евгения на 8 глава, 18 стих. Ибо думаю, что нынешнее время и страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Такими словами, есть надежда. Когда я слышу времена и сроки, для меня две лампочки зажигаются. Плохо, или можно сказать по-другому. Хорошо и не очень. Ну, по-одесски, да? У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая еще лучше. Ну да, как бы так. Мы понимаем, что это для меня именно таким образом, что хорошие есть, и не совсем те, которые мне нравятся. Это новости. Потому что, когда вам говорят плохую новость, она вам не нравится. Поэтому я не называю это плохой новостью. Я говорю, она мне не нравится. Если сравнить свою жизнь со временами года, тогда у нас получается круговорот. Где-то зима сменяется весной, весна летом, лето весной, осенью, и опять зима. У многих верующих также есть мышление. Опять у нас все хорошо, плохо, хорошо, хорошо, плохо, хорошо. Опять то же самое. И потом как бы деживю. Кажется, я уже здесь был. Что у меня на эти грабли наступают. Надо было их обойти. Почему я опять на них наступил? У нас такое мышление. Вы знаете, если я думать начну так, и не смотреть на Писание, что Библия говорит о том, где я нахожусь. Тогда этот цикл, порочный цикл, постоянно будет меня нагружать. И я буду то радостный, то веселый, то еще грустный, то совсем поникший. И каждый мне будет говорить, что случилось? Ничего, мы пройдем. Нормально. Что случилось? Останьте мне покоя. Все будет хорошо. Слушайте, нам нужно менять мышление. Обновление нашего ума, как верующим людям. Я хочу сказать, что больше. Я не могу ждать, что ситуация, в которой я был 10 лет назад, опять должна повториться. Если мы думаем о том, что этот цикл должен происходить в вечной жизни такой, как бы здесь на земле. В Писании для этого у нас есть одно хорошее место, которое говорит нам, в каком положении находятся верующие люди. Те, кто в мире, они, я понимаю, одно и то же, или одни и те же на манеже, одни и те же грабли, одни и те же ситуации. Но второе Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Другими словами, мы здесь находимся в собрании. Для этого мы на собрания ходим, чтобы созерцать Его милость и Его славу. И смотрите, хочу, чтобы вы понимали, что мы живем в этом, мы, как верующие люди, как в зеркале смотрим на себя, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вы скажете, что вы говорите? Мне бы этой славы еще побольше, бы целый мешок. Послушайте, я хочу объяснить вам. Это жизнь возрожденного человека свыше, рожденного от Божьего Духа. Мы, как верующие люди, мы не просто живем в нашем теле, мы переживаем. И теперь любая ситуация, любая ситуация, это ситуация, где мы находимся в славе Божьей. У Бога не действует от хорошего к худшему, или от худшего к хорошему. У Него есть от славы в славу. Если мы понимаем, что Бог сотворил все, в каждой ситуации, в каждом, куда мы не вступили, нам кажется, что она негативная. А Бог говорит, здесь я хочу явить свою славу. Я надеюсь, откровение вам придет очень серьезное. В любой ситуации, где мы находимся, Бог говорит, от славы в славу. Какое? Твоей славой или Божьей? Чтобы в этой ситуации Бог прославился в следующую ситуацию. И мы движемся вперед по словам 83, 13. «Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». Помните еще местописание 1 Иоанна 2, 28. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение, и не постыдиться перед ним пришествие его». Другими словами, Бог нас ведет от ситуации, в ситуацию, в которой мы… Это времена и сроки его, но когда мы видим, что там, и надеемся, что там Бог проявится, мы будем преодолевать эти пути. Если мы осознаем, что это наш путь, не просто тернистый путь, но путь от славы в славу, тогда воспринимаем мы его абсолютно по-другому. Тогда мы воспринимаем это, окей, нормально. Я вам скажу так, для большинства еврейского народа, который, будем говорить так, я уже не говорю в современности, некоторые те, кто попали в современности, обольщение золотом, серебром и славой, немножко по-другому и страдают. Но в старые времена было простое понимание, жизнь есть жизнь, мы сейчас здесь, завтра в другом месте. Сегодня мы богатые, завтра мы можем стать бедными. Мы стали бедными, ничего страшного, Бог даст нам следующее, будем еще богатыми. Они воспринимали жизнь как норма. Наши родители, прародители, бабушки, дедушки, воспринимали жизнь нормой. Нету хлеба, но завтра будет, надейся на Господа и не постыдишься. У поващенного Бога не будет стыдиться. И знаете, огородников, а у нас их такое большинство, во время урожая, когда он ожидает, он не ожидает его, что он мгновенно посеял семечко, оно взросло. Я смотрю на нашу весну и думаю, когда же все станет на свои места. Как будто зима затянулась так долго, уже середина апреля. Но кто к огороднике, или кто там связан с землей, садил или садит свои огороды, он понимает, что есть цикл, есть времена и сроки. Ты сначала должен вспахать или взрахлить землю, посадить семя. Взрахлил, посадил семя, не сразу нету всей проблемы. А то, как ты посеял, ты должен ждать, да, или должен поливать. А то, как поливаешь, есть результат. От того, когда результат пошел, начали вырастать всякие тернии или сорняки. Надо вырывать. Ой, радикулит. Ой-ой-ой. И да, нам никто не хочет полоть. Я знаю, что когда к бабушке ездил, да, нужно было с картошкой, там, картошку как бы все кушали, да, а нам нужно было ее прополоть или что-то еще. Я как смотрел на те грядки, я сразу подумал, бабуля, где ты видела еврея с лопатой? И, знаете, такой, боже, скопать надо еще. Мне лучше, чтобы это самое, чтобы сразу посадил, и завтра можно было и покушать хорошие, вкусные картошки жареные. Вот так бы я хотел. Но мы понимаем, что всему свое время это состояние, где мы ищем. Давайте мы принимать ту славу, в которой мы находимся сейчас. Воспринимать и надеяться перейти от проблемы, которые у нас есть, во славу, которую Бог хочет нас проявить. Иоанна 9 глава. Иоанна 9 глава. Говорит, не он, не его родители не согрешили, но родился он слепым ради того, чтобы Бог проявил свою силу, свою славу. Нам кажется, в ситуации, в которой мы находимся, это как будто тьма, которая из него нет выхода. Айшуа говорит, я здесь, чтобы сделать, перевести тебя от славы, потому что то, что ты видишь, то, что ты переживаешь, это все равно слава Божья. В другую славу. В следующий уровень. Я верю, чтобы мы на пороге этих перемен. Если ты не видишь ростка, это не означает, что нет роста. Ты сидишь в этой тьме, это не означает, что нет роста. Аввакум 2 глава 3 стих говорит, это есть о назначенном времени, в будущем. Оно говорит о конце, это непременно сбудется. Если даже и придет конец с опозданием, все равно будь тверд и жди, ибо он не отменится, он обязательно сбудется. Жизни патриарха Иосифа. Помните, славная история, которая связана с исходом. Потому что обещание, которое Бог дал Аврааму, включало в себя все семейство Якова. Послушайте внимательно. Сейчас покажу вам один пример. Я не буду всю историю говорить, но Бог показал Иосифу, что он станет главою семьи. Помните, да? Что все поклонятся ему. И чтобы это слово исполнилось, Иосиф не знал и не предполагал, что то, с чему нужно было пройти. Да мы сейчас читаем, и нам как-то интересно, да? А вот представьте себя на его месте. Он никогда не думал, что так оно должно быть. Что разгневанные, злые братья. Он же не понимал, что он попал в многодетную семью, да? И как бы мамы разные, а папа один, да? И все понимают, каждый наезжает друг на друга. И при всем этом Иосиф заикнулся. Ну как-то я хоть младше, но типа стану старшим. Кто был не кем, тот станет всем сразу, да? И тут моментально произошла ситуация, которую он не ожидал. Но без которой невозможно было получить то, что было обещано Аврааму. Аврааму. И в свое время это отображалось Вишуа. Без ненависти к Иосифу не было бы продажи в рабство. Если бы не было бы продажи в рабство, не было бы Патифара. Если бы не было бы Патифара, не было бы искушения от его жены. Не было бы обвинения в изнасиловании, не попал бы в тюрьму. Без того, чтобы послужить в тюрьме двум заключенным от дома фараона. И своим даром, который у него есть. Не попал бы он на встречу с фараоном, растолковывая сны. И вместо того, чтобы без этой встречи не было бы его царства. То есть он был бы, написал, отцом фараону. И без этого бы не было бы того пророчества, которое говорит, я заведу твое наследие в Египет. И без этого бы не было бы исхода. Услышьте, если бы, если бы одну из историй просто вырвать, просто вырвать, не произошло бы то, о чем Бог говорил Иосифу. Возможно, вы проходите тот же этап. Тот же этап. И вам кажется унижение, трудность и переживание без того слова, которое Бог сказал, и без пути, который проходишь от славы в славу. Потому что это слава в славу. Ситуация в ситуации. Везде Бог прославлялся. Потому что каждый раз говорит, ибо Бог был с Иосифом. Почему Бог был бы с Иосифом? Потому что Иосиф понимал времена и сроки. У него не было горечи к Богу. У него, может быть, даже не было вопроса, потому что он понимал, это путь. Как Бог исполнить то пророчество, потому что он не понимал. А оно непонятно на самом деле. Как оно исполнится. И потом говорит своим братьям, не вы меня продали. Мы можем сказать братьям и сестрам, верующим сказать, это не ты меня подвел. Ну, не ты меня клеветал. Не ты меня кинул. Не ты меня сделал. Но Бог, который знал, что я должен буду пройти, быть твердым и стать тем, кем я должен быть в Ишевом Мессии. Есть ли нам это понять, возможно? Есть другой персонаж, который очень близко к нам. Очень близко к нам, потому что мы часто его вспоминаем. Я хочу сказать, если мы доверяем Богу, примем каждый сезон жизни как Божье предназначение к цели, которую Он знает, тогда можно будет сказать, это того стоило. Пройдя свой путь, я хочу пройти свой путь, каким бы он ни был, чтобы я мог сказать, этого стоило того. Стоило, чтобы тебя кидали, тебя обманывали. Стоило, чтобы тебя плохо говорили. Пройти этот путь стоило того, потому что я знаю, какой мой конец. Царь Давид – очень хорошая личность. Мы его смотрим положительно, да? Мы говорим, что это был человек, который по сердцу Божьему. Но Давид не думал стать царем. Когда был подростком, он никогда не думал, что есть та возможность, которая стать царем. Он не думал, что Бог будет с ним общаться, назвать его другами, что он построит, иметь, как бы сказать, чувство построить Богу храм. Но имея сложный взрывной характер, Давид, между прочим, имел очень взрывной характер. Очень непростой характер. Мы говорим о том, что он был такой интересный парень. На самом деле, Илай, это его брат, говорит, я знаю твое дурное сердце, почему ты здесь. И надменное. Это значит, что все знали, какой у него характер. Я думаю, по этой причине, когда порог пришел помазать из Исеева дома в цари, Папа, наверное, так напрягся, что думает, Боже мой, еще его не хватало среди здесь моих сыновей. Он точно не царь, потому что таким характером царем не становится. И подальше. Пасти овец. Он может быть унижаемым, самый младший. Может быть пренебрегаемый. Пинали его, давай, иди, пасти овец. Возможно. Возможно, эти длинные ночи, которые не кончались годами, ему казалось, ничего не изменится. Овцы, пастбище. Дом, овцы, пастбище. О, Лева пришел. Лев пришел, да. Ну что, погоняем кошек как бы с рогаткой. Послушайте. Он пас овец. И не своих овец. Он пас овец отца. Возможно, вы сегодня тот незаядный или же незаметный пастух домашней группы. Не ваших овец вы пасете. Но он был верный своему отцу. И пас овец так, защищал их так, как будто это его овцы. И Бог знал, как изменить это. Возможно, когда он пас овец и сохранял, он тренировался, чтобы уничтожить хищников. Возможно, он ранил их и потом гнался за ними всех сил. Спринтом там накидывался, чтобы разорвать и сохранить овец своего отца. В домашней группе. Возможно, в прославлении, в танцевальной группе. Возможно, в служении детям. Это маленькие овцы. Это маленькие стада. Верность там. Возможно, вас никто не замечает. Ваш талант. Ваши способности. И Давид ночами или днем, он творил песни. Играл и тренировался. И они стали самыми большими хитами за всю историю человечества. Его песни пели, псалмы перепели люди. И никто, ни один артист, ни один певец не может сравниться с теми песнями, которые создал Давид. Возможно, в одиночестве. Возможно, в пренебрежении. Возможно, в унижении. Потому, что говорили, это дурное твое сердце. Надменное твое сердце. И кажется, это время не проходило. Но из-за того, что он знал, как это делать, он смог уничтожить врага. Я хотел бы, чтобы сегодня мы обратились к Всевышнему. Возможно, вы чувствуете себя, как Давид, в одиночестве, на полях. Пойте. Служите. Делайте то, что Бог начал вас делать. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Верем Agreste. День. Верем.